Противораковый потенциал белка сладкого картофеля Сладкий картофель можно назвать супер-едой, одним из самых полезных овощей на Земле. А однажды, возможно, станет таковым и за ее пределами, поскольку НАСА выбрали его для космических миссий. Один из самых полезных и самых дешевых. Целью этого исследования было определить, какие овощи содержат больше всего питательных веществ за один доллар. Если вы противопоставите графы доступность и питательность, вы увидите, что самая здоровая пища, как, например, зеленые листовые овощи, могут также быть одними из самых дешевых. Но самый высокий показатель питательных веществ за один доллар был обнаружен в сладком картофеле. Он не просто полон питательных веществ, но и, возможно, содержит специальный белок, который борется с раком. В 1931 году в сладком картофеле был обнаружен уникальный белок. 80% белка сладкого картофеля является ингибитором протеазы с потенциальным противораковым эффектом. Изначально его тестировали в борьбе с клетками лейкемии, и оказалось, что он подавляет рост клеток лейкемии в чашке Петри. Но как белок сладкого картофеля может попасть в нашу кровь? Как только большинство белков попадает в наш желудок, они начинают расщепляться. Поэтому сладкий картофель испытывали в случае рака языка. Компоненты сладкого картофеля однозначно касаются нашего рта. Рак языка часто лечится с помощью химии. Однако большинство препаратов для лечения рака языка имеют побочные эффекты. Так что нам необходимо найти другие стратегии лечения. Белок сладкого картофеля снижает жизнеспособность рака за считанные дни. Что навело ученых на мысль, что сладкий картофель может помочь при раке языка. Но, по всей видимости, только при этой форме. Однако примечательно, что этот вид белка не просто сохраняется при пищеварении, но и может всасываться в кровь в кишечнике. По крайней мере, у двоих из девяти женщин с прогрессирующим раком шейки матки, которые его ели. В последних исследованиях его испытывали на клетках рака кишечника, одного из самых распространенных и смертельных раков. Обычно хирургическим путем удаляется кишечник, но это работает только на ранних стадиях, поскольку часто микрометастазы могут быть за пределами кишечника и в последующем могут привести к появлению рака и смерти. Поэтому мы начали искать антиметастатические агенты. И белок сладкого картофеля не только замедляет рост клеток рака кишечника, но и уменьшает их распространение и разрастание. Несмотря на то, что употребление сладкого картофеля связывается с сокращением случаев рака желчного пузыря, таких исследований так и не проводилось.